Пять борцов в красном кимоно – выпускники Центра боевых искусств. За плечами каждого – серьезный багаж бесценного опыта и мастерства в сфере единоборств. Антон Вшивцев и Артем Прусенко завершили обучение в Центре перворазрядниками. Кандидатами в мастера спорта стали Семен Колдаков и Валерия Ермолаева. Звезда выпуска 2016 – Сергей Кузнецов, самый молодой мастер спорта в Котласе. Значок, свидетельствующий о присвоении высшего спортивного разряда, ему вручили под аплодисменты всего зала. Кроме того, по итогам спортивного года Сергей Кузнецов стал победителем в номинации «Рекордсмен в силовых упражнениях». Он же вместе с Артемом Булгаковым получил приз в номинации «Год без поражений», блестяще выступив на 20 турнирах по различным видам единоборств. 2016-й стал удачными в карьере Кирилла Попова. На взгляд наставников только трудолюбием он достиг высоких результатов, за что и получил номинацию «Упорство и целеустремленность». Также в списках номинантов Михаил Макус и Матвей Мамедов. Их поощрили за высокую посещаемость занятий. Всего за год было присвоено 98 новых спортивных разрядов. 25 спортсменов подтвердили имеющийся. 8 человек выполнили норматив КМС. 16 воспитанников обновили пояса. Если уж выбрали вот этот вот путь сегодня, да, достойный, высокий, то ни в коем случае никогда не делайте шагу назад. Потому что каждый шаг назад это будет уже для вас поражение. Праздник в честь выпускников и обучающихся Центра боевых искусств проходил в концертном зале школы искусств «Гамма» более трех часов. Чествовали не только тех, кто выходит в большую взрослую жизнь. Поздравить Сергея Пынзаря с 25-летием тренерской карьеры приехали из разных уголков страны его бывшие воспитанники, друзья и единомышленники. Большую помощь в организации торжества оказали родители спортсменов.